Продолжение следует... Приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Ну что же, сейчас я двигаюсь на встречу с неизвестным сталкером, который он мне указал. Это насосная станция, что ж, посмотрим, что он нам скажет. Ля, и меня тут встретили лягучки. Лягучки, что вы пристали, я не понимаю. Отвалите плес. Сапсэ. Итак, я пришел, но пока что что-то никого не вижу. Неизвестный сталкер, снова рад тебя видеть, мой друг. Ну как себя чувствует твой напарник? Ему уже лучше? Он здоров, благодарю тебя. Может расскажешь, как ты это сделал? Да еще и так быстро. Уверен, в процессе нашего сотрудничества ты сам поймешь, как это произошло. Теперь пора поговорить о твоей части уговора. Тебе вроде была нужна помощь в охоте на мутанта? Да, Берг, я уже целый месяц не могу его выследить. Это необычный мутант, он очень умен. Смог укрыться даже от меня. Именно поэтому мне нужна помощь опытного и находчивого охотника. Такого, как ты. Ну давай рассказывай, что же за монстр такой. Это контролер, и он в прямом смысле этого слова всей душой желает спрятаться от меня. Есть зацепки, с чего мне начать поиски? С развалин деревни на севере болот. Обыщи там все. А как закончишь, нарушь целостность пентаграммы. Какую еще пентаграммы? Уверяю тебя, когда прибудешь на место, ты сам все поймешь. Хорошо. Окей, погнали. Так, я пришел на место, и здесь у меня отмечается 5 человек. О боже, это зомби. Почему-то я так и думал. Ну, с зомби я довольно-таки быстро расправлюсь. До свидания, пацаны. Ну, в общем-то и все. А тебя я сейчас просто с ножичка дочикаю, и нормально. До свидания. Так, окей, и что я здесь должен... Блин, в костер залез. Что я здесь должен найти, я не понимаю. Ты смотри. Ема. Это же... Смотри, это звезда, короче, вокруг костра такая, типа. Ема. И что? Обыскать. Мне нужно, короче, тупо все обыскать, что ли, да? Ну, давай попробуем, может, что найду. Ага. Тех, на кровати прям валялась какая-то запись. Записи. Наконец я выбрался из этого ада. Теперь этот ублюдок Веллиер будет искать меня. Слава богу, я не забыл защитные пентаграммы. Боже, прости меня за мою ошибку и помоги спастись от него. Я всего лишь человек. Простой человек, совершивший непоправимую ошибку. Ох, если бы я знал, к чему все это приведет. Во что же я ввязался? Боже, я не хочу туда возвращаться. Странная записка на самом-то деле. Ну, после адской дрочильни не такое происходит. Так, и теперь нужно нарушить целостность пентаг... А, все. Ну, что же ты тут нашел? Зомбированный, но это вполне нормально. Чего не скажешь об этой записке? Насколько мне известно, контролеры не люди, и они не умеют разговаривать, тем более писать. Берг, я же говорил, это очень умный контролер, и чтобы его выследить, нам придется проявить смекалку и неожиданную хитрость. А, недюжину. Велиар, так тебя зовут? Да, это мое имя. Извиняюсь за то, что не представила ранее. Велиар, ты явно мне не договариваешь. Что тут происходит? Что за пентаграмма? О чем говорится в записях? Эти твои появления из ниоткуда. Кто ты вообще такой? Я ничего не понимаю. Не стоит гнать коней, мой друг. Ты все узнаешь, когда придет время. Отлично, я так и сразу подумал. Берг, пойми, я не могу тебе рассказать все сразу. Ты просто не готов к этому. Выследи для меня контролера и убей его. Как? Зацепок нет. Если ты говоришь, что он прячется от тебя, то его не найти. Так напрягись. Не зря же я нанял именно тебя. Как только раз узнаешь чего, я тебя сам найду. Как скажешь, наниматель. Так, ииии... Поговорить с холодом теперь. Ну блин, все в стиле модификации на болотах. Там тоже от одного конца локации бежишь на другой конец локации. О боже. Так, я продал те части тел мутантов, которые у меня были. Теперь, я думаю, накуплю себе немножечко патронов и энергетиков. И нормально. Привет, есть к тебе дело. Что ж, вещай. Никто из сталкеров не рассказывал случайно о столкновениях с зомбированными? Да вроде нет. А почему ты спрашиваешь? Я охочусь на контролера. Как правило, вокруг логова они выставляют зомбированных, чтобы контролировать территорию. Хм, понятно. Я поспрашиваю об этом приходящих сталкеров. Если что будет, сообщу. Спасибо. Так, поговорить с профессором. Добрый день, профессор. Я к вам по делу. Что ж, молодой человек, излагайте я вас. Внимательно слушаю. Мне говорили, что раньше вы проводили исследование для правительства. У вас случайно не осталось сканеров пси-активности? Мне по зарез нужен один экземпляр. Хм, осталось парочку. Как вы и сами понимаете, просто так я вам его не отдам. Чего же вы хотите взамен? На днях в лазарет попал сталкер с раздробленной ногой. Он напоролся на кабана на южном хуторе. Бедняга. Теперь будет хромать всю оставшуюся жизнь из зоны, и ему придется завязывать. Так вот, судя по описанию, это новый подвид кабанов. Вы ведь охотник? Убейте его и наполните эту колбу его кровью. Резонно. Ну что ж, демастер, сорян, но я вынужден это сделать. Так, ну где ты, кабанидзе? Я готов тебя убивать. Ага. Он что, в здании? А, не. Ого! Ты посмотри! Ну это было легко довольно-таки. Готово. Так, вернуться к профессору. Это чё, мы, получается... Ага. Колба с кровью. Прикольно. Прикиньте, кабана такие режете, и с него дропается колба с кровью. Каждый день, в принципе, такое наблюдаю, поэтому ничего удивительного. Вот его кровь. Отлично, вы так быстро справились. Вот ваш сканер. Нужно прочитать лекцию перед тем, как им пользоваться? Спасибо, не надо. Уже имел дело с этим оборудованием. Установить сканер. И опять бежать чёрт знает куда. Итак, здесь очередная кучка зомбированных. Предлагаю их вырубить с помощью гранаты. Может, у меня получится. Ага. В аномалию. Ну, в принципе, да, я докинул, но... Это ничего и не дало особо. Да. Им пофиг на гранаты. В принципе, ожидаемо. Так, последний остался. Здорово. И добиваем. Всё, готово. Так, этот сканер нам, собственно, нужно установить на вышку. Я-то думал, его на землю надо поставить. Так. И... Всё, поставил. Отлично. Поговорить с... Вильяром. Боже. Ну, здорово, Вильяр. А чего это мы тут появились? Приветствую, Берг. Как успехи? Как видишь, работаю. Но ты ведь не контролировать меня пришёл. Чего тебе нужно? Я вновь нуждаюсь в твоей помощи, мой друг. К сожалению, в этом мире есть места, в которые у меня нет доступа. Одно из таких мест нужно проверить прямо сейчас. Это тут, недалеко. Островок за мной. Я подожду тебя здесь. Хм, понял. Что за островок? Обыскать островок. Какой островок? Сзади тебя? Вот это вот дерьмище? Ну, гу, обыщем. Так. И что я тут должен найти-то, собственно? А, вот этот островок. Тьфу. Хе-хе. Так, окей. Ой, ля. Понятно. И что у нас здесь? Так, антират надо пронять. Я аптечку, а то я сейчас сдохну. Записка. Берг, зря ты заключил сделку с этим демоном. Советую тебе, как следует подумать, прежде чем выполнять свою часть уговора. Угу. Понял? Вот что там было. Значит, он в курсе, что мы его ищем. Расскажи мне об этих контролерах. Каким образом он узнал, что ты мне помогаешь? Контролеры владеют телепатией, и если наш такой умный, что умеет разговаривать и писать, он вполне мог прочитать наши мысли. Хм, твои может и мог, но не мои. Придется придумать что-то действительное, хитрое, чтобы выманить его. Такому контролеру будет непросто противостоять. И все же я верю, что все закончится хорошо, а после мы встретимся и поблагодарим друг друга за все, что пережили вместе. Вся эта история меня немного настораживает. Я хочу знать, кто ты и что здесь происходит. Что ж, Берг, посети бывшую базу Чистого Неба, может, ты найдешь чего интересного. Хорошо. Понял. Так, мне нужен проводник, Иван Тропник. Привет, ты ведь раньше был проводником на базе Чистого Неба? Да, я. Хочешь воспользоваться моими услугами? Мне нужно попасть на вашу бывшую базу и порыскать там. Хм, необычная охотка. Плата будет тоже необычной. Нужен смелый сталкер, который сможет выкрасть кое-какие документы с базы бандитов на северном хуторе. Кроме меня, на базу Чистого Неба тебя никто не проведет, так что выбора у тебя особо и нет. По-другому обычно и не бывает. Что за документы такие? На той неделе братки грабанули военных, которые несли отчеты об исследованиях недавней аномальной активности в нашем районе на кордон. Как ты сам понимаешь, доки они отобрали в числе прочего снаряжения, и они им не нужны. Документы, которые меня интересуют, датируются 13 июля 2016 года. Есть мысль, как их выкрасть? Думаю, будет проще всех убить. Наверняка они все пьяные. Это не составит труда. А так, сам решай. Если сможешь выкрасть по-тихому, то почему нет? Ну что, пошли? Пошли. Ну хоть перенес меня сюда, и на этом спасибо. Но я, наверное, буду действовать штурмом именно. Так, северный хутор. Обыскать. Понял. Сейчас приду, да, там все бандиты зомбированные. Ииии. Ну, это вряд ли, конечно. Ну, хотя пьяные, зомбированные, одно и то же. Нет, смотри, бандиты вроде как адекватные люди. Во всяком случае, не зомби. Уже хорошо. Так, я не понял. Хава гранату падал, говорит. Но где ты? Ай-яй. Здорово. А вот и виновник торжества гранатного. Ну что ж, я вообще всех тут на место поставлю. До свидания. И остался последний. Так вот где он? Хрен его знает. Ага. Кулити, как говорится. Окей. А вот собственные документы. Лол. Изи. Вообще, просто в первую попавшуюся комнату вошел, а там документы. Кайф. Вернуться к Ивану Тропнику. Не, ну ты не мог здесь подождать, а? Там пока я расправлюсь и так далее. Нет, он убежал на базу. Ну, гениально. Кстати говоря, он не совсем на базе. Он почему-то недалеко от нее. Чего? Теперь метка здесь оказалась. Че за бред? Вон он стоит. Странно, а почему его на обратном пути не было? Да и метка что-то перемещалась. Странно. Все здесь странно. Я достал эту документацию. Ты можешь как-то пояснить мне, что все это значит? Погоди, дай сам прочту. Ага, значит так. Так, смотри, я отдам эти документы отцу Михаилу. Это его происки. А сам я этого прокомментировать, увы, не могу. Тебе вроде на базу Чистого Неба нужно было? Я проведу тебя и пойду в бар. Обратно сам пойдешь. Пошли. На базе Чистого Неба все еще играет музыка. Хоть даже здесь и никого нет. Плюс еще и аномалия у входа образовалась. Так, теперь нужно здесь что-то найти. Вангую это будет либо вот здесь вот деневать, либо в главном здании, где Лебедев сидел, собственно. Ну, да. Как я, собственно, и думал. Зло в обличии хитрости. Появление зла тесно связано с Богом, ибо добро без зла не поддается измерению. Я сталкивался с удивительно схожими опасностями одной личности. Я имею в виду, это не ее внешность, а стиль ее поведения. Это зло реализует себя в хитрости. Оно соблазняет выгодными, на первый взгляд, предложениями. Однако цена, которую нужно уплатить за объект желаний, слишком высока. А в предположительной награде обычно скрывается предательская ловушка. Так как исполняется не то, что ты хочешь, а то, что ты просишь. Остерегайтесь всех, кто обещает выполнить невозможное, ибо достичь его можно только с помощью махинаций зла. То есть нам уже, ну, по максимуму кидают намеки, то, что, типа, вот этот вот петук, на котором мы работаем, лучше это самое, не делать этого. Зомбированный тут появился. Здорово. А ты кто? Нейтральный зомбированный. О, боже, ты кто? Уа-я. Твою мать, зомбированный? Странно, не нападает. А я гря. Отведу его к профессору. Поговорить с профессором новое задание. Хе, стоит здесь. Здравствуйте, профессор, я к вам с подарочком. Здравствуйте, молодой человек. Под подарочком вы имеете в виду этого зомбированного? Именно, встретил его на базе чистого неба. Как видите, он нейтрален. Подумал, что вам будет интересно. Хм, это действительно интересно. Знаете, мы с вами даже можем испытать на нём мою теорию. Что ещё за теория? Только давайте без научных терминов. У меня есть оборудование, которое, может быть, сможет вернуть его к нормальной человеческой жизни. Но для корректной работы нужен артефакт. Интересно, давайте попробуем. А что за артефакт вам нужен? Светляк. Если вы найдёте его, то можем провести эксперимент. Я найду его. Фак, он же продаётся, короче, у Холода. За 20 косых вроде. А, нет, у Барахольщика. У Барахольщика он продаётся. Или всё-таки у Холода. Давай чекнем. Нет, у Барахольщика он продаётся. Но я не помню, за сколько. Так, я пересмотрел полную запись предыдущей серии. И светляк стоит 14 тысяч рублей. В то время как у меня всего лишь 9 с половиной. Следовательно, нам как-то нужно нафармить оставшиеся деньги. Как я это буду делать, я не знаю. Но надеюсь, мы что-нибудь придумаем. Как минимум, здесь постоянно спавнятся снорки, поэтому... Ну, это уже хоть что-то, можно будет их фармить. 3 тысячи 400 рублей, к сожалению, сумела только выручить. Но надо ещё немножечко. 14 тысяч она стоит на вот ещё одну гранатку. Это, я не знаю, ну, кофейнчик, держи один. Патроны вот эти вот. Шаурма или что это вообще такое? Давай хоть посмотрим. Это в натуре шаурма. 200 рублей. Окей, 14 600. Ну, я не знаю, там, по-моему, 14 800 всё-таки, да? Или сколько? Я не помню. Ну, давайте продадим ещё немного патроны, я думаю. Во, нормально. Наконец-то я добрался до тебя, чёртов барахольщик. Надеюсь, ты меня не разочаруешь. 14 400, понятно. Может, ещё лапки забрать, они мне не нужны. Галс-пушка за 22 тысячи. Знаете, что-то мне подсказывает, что нам придётся ещё вернуться сюда и купить галс-пушку. Но это не точно. Я нашёл артефакт. Отлично, я приступлю к настройке оборудования. И как только будут результаты, я сразу вам сообщу. Хорошо. Поговорить с медведем. Привет, дружище, как ты? Приветствую, Семён. У меня всё отлично, чувствую себя на все 100. Может, выпьём? О, нет, я больше не пью. Чего? Что случилось? Я просто осознал всю бессмысленность и посредственность этого способа расслабиться. Что с тобой стало? Начал называть меня по имени, перестал пить. Я ничего не понимаю. Много лет я скитался по зоне и брал всё, что хотел, не заботясь страданиями других. И вот я здесь, с деньгами и славой, но не мудрее, чем был когда-то. И когда я оглядываюсь назад на свою жизнь, в ней не осталось никого из тех, кого я любил. Собираясь покинуть зону и начать всё сначала, искренне желаю тебе того же. Боже, что происходит? Выйти за территорию церкви. Классное задание. Окей, выхожу. Ууу, чё будет-то? Ууу, какие мы... Здрасте, загадочные. О, а ты что тут делаешь? Тебя жду. Может, пояснишь мне, что ты делал с моим другом? Он сильно изменился. То, о чём мы договаривались, исцелил его от всех недугов. Отлично. Будешь иметь в виду, что свои желания нужно чётко формулировать, дабы их не могли исказить такие, как я. Есть ещё такие, как ты? Да, Берг, есть. Сейчас это неважно. Приходи сегодня ночью на водонасосную станцию. Встретимся с одним человеком, который поможет нам. Понял тебя. Любопытно. Дождаться ночи. Семён, как будет свободная минута? Зайди ко мне. О, становится всё интересней. Ну, давайте пока что на этом, я думаю, мы закончим. Всё-таки вторая серия оказалась не финальной, но события разворачиваются всё интереснее и интереснее. Я думаю, уже скоро, уже скоро третья серия, возможно, будет финал. И так, короче, не знаю, серия 10, простимая, в каждой серии будут говорить, вот всё, следующее, это финал. Ну, ладно, на самом деле, не буду гадать на будущее, какая там серия последняя будет, какая не последняя. Я просто хотел сказать огромное спасибо, что смотрели меня. И если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, если вам нравится мой контент. Также переходите по ссылкам в описании, там много всего интересного, в том числе и ссылка на скачивание этого мода, ссылка на мой группу вконтакте и ссылка на мой сервер в дискорде. А в общем, всего вам доброго, друзья, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok